1 сентября череповецких школьников ждут новые условия обучения. В так называемой новой посткоронавирусной реальности потребуется соблюдать дополнительные меры безопасности. Учебные заведения должны увеличить количество входов и выходов, через которые дети будут проходить в здание. Например, если в 23-й школе раньше их было два, сейчас будет девять. На входе будут встречать классные руководители, измерять температуру, обрабатывать руки и проводить в раздевалку. Потом уже в кабинет. В кабинетах будут ресурпляторы стоять, в каждом кабинете, и санитайзеры. На переменах дети будут максимально разобщены, потому что большие площади, во-первых, две смены будут организованы, то есть детей будет не так много находиться. Если температура тела детей будет выше нормы, их сразу отправят в медкабинет. Чтобы группы детей реже пересекались друг с другом, потоки учеников разделят. Руководство школы сформировало особое расписание, таким образом, что в гардеробе единовременно сможет раздеваться только один класс. На протяжении дня ученики будут находиться в одном конкретном кабинете, ходить по классам будут только учителя. Для доступа детей пока будет закрыта зона релаксации, однако сидение расположат в рекреациях. В столовой тоже у каждого класса будет свое время принятие пищи, то есть мы детей разобщаем и расставляем столы таким образом, чтобы социальная дистанция, рекомендуемая, она соблюдалась. То есть таким образом мы увеличиваем количество перемен питания, но уменьшаем количество классов в столовой. По всему учебному заведению установят 58 рециркуляторов для дезинфекции воздуха. Как отметили в руководстве области, школам запрещено собирать с родителей деньги на такое оборудование. Отмечается, что ни дети, ни учителя в масках и перчатках ходить не обязаны. В средствах индивидуальной защиты будет только обслуживающий персонал. В Центр образования имени Милютина 1 сентября придет около 2300 человек. По плану, к началу нового учебного года Череповецкие школы готовятся распахнуть двери для почти 40 тысяч учеников. Кирилл Смирнов, Александр Беспалов. Новости.